Здравствуйте, дамы и господа, рад вас приветствовать на своем новом ролике. Все-таки мне удалось получить самое редкое достижение Warface, просто невыполнимое. Если вы будете играть с данным достижением, любой киберспортсмен кинет вам респект. Обычный игрок, который недавно пришел в Warface, даже не поймет за что, но и подумает, что вы просто набили полторы тысячи фрагов с оружием. Как многие из вас поняли, речь идет именно о достижении за грандмастеров в этом сезоне в Warface. Давайте все-таки посмотрим, до какой лиги мне удалось дойти. И удалось ли попасть в список самых крутых грандмастеров Warface. Перед тем, как мы начнем, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее и примите участие в моем конкурсе, где я разыграю среди четырех человек по 500 кредитов на ваш игровой аккаунт Warface, либо же Kiwi кошелек. Что вы примете, я просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги будут в группе ВКонтакте, а также на Ютубе вам приведут уведомления, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра, погнали! Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву, вы сможете получить самое новое топовое снаряжение оружия. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описании и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Знаете, данный сезон РМ был одним из самых сложных. Не знаю, как администрация добилась такого успеха в рейтинговых боях. Ведь кто нам сколько не говорил, что сделать нормальный баланс, чтобы сражения реально ощущались какие-то жесткие сражения. Не получится, потому что поиск будет долгий, еще какая-то шняга будет. В итоге у нас сейчас самый маленький онлайн варфейс за всю историю и баланс действительно работает лучше, чем за всю историю варфейса. Понятное дело, что до идеала еще бы далековато. Но все же, смотря на то, как было раньше, конечно же, поинтереснее. Все-таки администрация более ответственно подошла к этому делу. И теперь, наконец-таки, если вы играете в соло, действительно очень максимально часто вы будете попадаться против таких же соло-типов. То, что я лучше тебя буквально во всем, не значит, что я должен постоянно тебе об этом напоминать. Ты стараешься как можешь, и ты не раз приносил кое-какую пользу. Я так долго ждал, чтобы услышать это от тебя. Таким слабым людям, как ты, нужна защита, а не насмешки. Да, насмешек было немало в последнее время. С этого момента так больше не будет. Слышишь? Шоу нахуй! Если уже соберете двойную скобку, то также будете попадаться против двойных тройных скобок. Тройные, четверные, есть какая-то маленькая вероятность, что закинет против скобки, но мне лично постоянно кидало против таких же ребят, как и мы. А вот если вы захотите зарядить скобочку, то уже тут готовьтесь. Потому что я вообще за этот сезон не помню, чтобы когда я играл команда, меня хоть раз, блин, закинуло против обычных соло-пацанов, либо же двойных скобок. Сражения были достойны даже на всяких платиновых лигах. Да что уж тут лукавить, конечно, времени у меня было не особо много играть, но примерно за все это время игры в Warface я дошел до платины. Итог вот в последний не активизировался и максимально быстро дошел до... А до куда я дошел? Мне и самому интересно узнать. Знаете, для себя я понял то, что апать Грандмастера в конце сезона намного-таки легче, чем в начале. Играть фуловыми скобками довольно-таки не очень легкая задача, потому что, скорее всего, у твоих компаньонов уже давно у всех Грандмастеры, и, как вы понимаете, на самих Грандмастерах всегда намного сложнее побеждать. Нежели когда ты соберешь либо же скобку таких людей, звания которого у тебя, и вас уже будет примерно закидывать против таких же скобок, например, на таком же звании плюс-минус выше. Однако я нашел способ еще легче. Можно собирать просто двойные скобки и тройные скобки, где звания у них будут такие же, как у вас, и вы спокойно втроем в три хороших игрока будете всех выигрывать. А если за вас тиммейты еще будут играть, да это вообще сказка. И таким образом потихоньку, помаленьку получалось выигрывать, и все-таки я наконец-то апаю того самого Мастера. И как это обычно бывает, когда ты апаешь Мастера, играть почему-то, ну как-то в лом становится. Потому что игра тебя уже совершенно никак не вознаграждает, а за поражение отнимает столько очков РП, что действительно иногда можно расстроиться. Но все же решил попробовать, все же награды в этом сезоне рейтинговых матчей довольно неплохие. Я давно уже топил за то, чтобы сделать действительно годные награды. И наконец-таки добавили кучу всяких достижений. В магазин РМ Варфейса наконец-таки уже начинает добавлять интересное оружие. На каждом сезоне РМа теперь будет придумать индивидуальный брелок, который будет показывать, до какого звания вы дошли. И если вы дошли всего лишь до Алмаза, то у вас будет вот такой вот брелок. А если до Гранда Мастера, то самый крутой охрененный, который вы сможете нацеплять на пушку, играть в другом сезоне РМа, и все будут понимать, что за них реально заряженный пацан. А можно мне такой же? Нет. А, ну ладно. Добавить список грандмастеров это просто самое нагениальнейшее решение. Ведь одна из тех причин, почему этот сезон стал настолько сложным, это именно, что у нас в Варфейсе очень и очень ценятся не только достижения, а также вот такие вот таблицы. Где можно с кем-то состязаться, занимать пьедестал и так далее. И вы даже можете наблюдать в этом топе просто огроменное количество киберспортсменов, которые вообще раньше этот РМ не воспринимало всерьез. Сейчас же на таких званиях, скорее всего, вы будете играть только против них. В Вейсе, ты в той, да это уже совершенно прошлый век. Сейчас настоящие крутые пацаны играют на Грандмастере. Так вот, все это дело меня хорошенько таки мотивировало, и все же я немножко таки позадротил в Варфейс. Как, наверное, все понимают, играть в Варфейс на стриме и без стрима это совершенно разные вещи. И если бы, наверное, все делал это на трансляциях, до сих пор я нихрена бы не апнул. Но так как я не стримил, у нас получается дойти до переходных матчей. Там уже мы собираем скобку, чтобы конкретно уже всех выиграть. Выигрываем, выигрываем, выигрываем. И, наконец-таки, последняя решающая каточка за Грандмастера. Нужно уже максимально собраться, собрать волю в кулак и максимально запотеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, у нас это получается и я все-таки беру этого самого Грандмастера. Вы, наверное, уже слышали такое, что намного приятнее именно идти к цели, а когда уже ты дошел до этой цели, ну, что-то тебя немножко как-то отпускает. И сижу я сейчас и думаю, ну, Грандмастер, ну да, и что? Вот такого достижения я получил. Оно выглядит действительно как самое обычное достижение и не похоже совершенно на какое-то невероятно крутое. Даже вспомнить достижение за RM2.0, где действительно было понятно, что ты апнул себе первую лигу. Хотя вы сами понимаете, то, что сравнивать ап первой лиги и ап Грандмастера совершенно просто незаконно. А апнуть Грандмастера это примерно как апнуть три первой лиги подряд. Да плюс это технически намного сложнее, потому что за поражение действительно очень много отнимают. Особенно, когда игроки настолько сильно, блин, хотят побеждать. То ли чтобы забрать это достижение, то ли бы чтобы просто в статистике был Грандмастер. Это, кстати, тоже довольно гениальное решение добавить в статистику то самое звание, на котором вы заканчивали в каком-то определенном сезоне. Что также будет побуждать игроков конкретно играть и апать максимальный результат. Чтобы потом, когда они хотели вступить в какой-то топовый клан, глава этого самого клана не нажал на его профиль и не увидел то, что у него там три сезона подряд стоит платиновая лига. Вы облажались по-крупному. Брелок, кстати говоря, действительно клевый. Когда я смотрел, я думал то, что за алмаз самый охрененный брелок. И непонятно нахрена идти дальше, если он действительно выглядит намного лучше. Но не этот первого лица, действительно именно он выглядит покруче. Удалось даже, кстати говоря, в эту самую таблицу залететь до того, как этого грандмайстра апнуло 500 человек. Скорее всего, его апнул уже 500 человек. Просто у грандмайстра есть тоже такая довольно неприятная фишка, то есть вы можете его апнуть, но если вы не будете играть, его у вас просто заберут. То же самое, как и на мастере. Просто на мастере не столько РП у тебя забирают. Варфейс, ребята, варфейс! Во время этого самого похода до грандмайстра даже удалось получить просто много каких-то интересных достижений за сам РМ. И знаете, действительно, такого приятного чувства давненько я не ощущал. Однако, как я уже сказал выше, намного приятнее был именно путь. Поэтому, ребята, если вам не нужен этот путь, просто играйте на такой лиге, на какой вам по кайфу. И главное, не забывайте получать удовольствие от игры. Если игра с этим справляется, вы играете правильно. Я благодарю вас всех за просмотр, не забудьте поддержать ролик максимально лайками, подпишитесь на канал, если вы не подписаны, пишите ваше личное мнение в комментарии. Всем нужны ссылки есть в описании к видео. Мы с вами увидимся, всем удачи, пока!